Что Надежда должна участвовать в конкурсе «Женщины года» решили в отряде. По профессии она прихмахер. Время, не занятое клиентами, посвящает воспитанию трех детей и поиску пропавших людей. В семье всегда самое главное уважение. Муж уважает, иногда подшучивает. Мама мне такая говорит, Надя, смотри, тебя бросит муж с твоими поисками. И мама тоже такая говорит, Дим, ну ты вот не обижаешься, не ругаешься, она же так часто уходит. У меня муж вообще гениальный человек, на что он обычно говорит, господи, хоть какой-то спорт в ее жизни. У Надежды двое сыновей, старшему из них 18, и дочь Таисии, ей всего 9 месяцев. Она долгожданный ребенок, Надежда всегда хотела девочку. Сыновья помогают сестрой, когда взрослые заняты. И, кстати, Дреда Надежда заплела, чтобы поддержать старшего, когда ему в лице не разрешили перекрасить волосы. Надежда много времени отдает работе, пришлось взять ипотеку, чтобы купить жилье, поэтому выходных у нее практически нет. Кто меня знает, начиная от моих, скажем так, друзей, знакомых, коллег, а тем более моих клиентов, любимых, они всегда смеются. У меня некоторые даже не замечали, что я вообще была беременна и рожала. То есть человек, например, был у меня там месяц назад, красился, приходит, как-то в разговоре слышит, что у меня, кажется, ребенок, и не может понять, где он чего упустил. Потому что, видимо, из физиологии моей, именно, у меня живота никогда не бывает. Надежде многое пришлось пережить, болезнь, смерть близкого человека. Но, несмотря на это и на сложный график, она не перестает быть оптимистом и находит силы и возможность помогать другим. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».